Всем привет! Это тайм-аут с Максимом Исаенко, еженедельный дайджест спортивных новостей. Минувшая неделя была очень насыщена различными соревнованиями, о самых значимых я сейчас вам и расскажу. Поехали! Горсайт – обладатель Кубка Полевского по мини-футболу. На лыжной базе ФСК СТЗ прошли заключительные игры Кубка города. В матче за бронзовые медали сборная Полевского многопрофильного техникума обыгрывала резину со счетом 6-2, но затем во втором тайме позволила соперникам сравнять счет 6-6. Правда, в итоге ПМТ все-таки сумели вырвать победу 11-8. Лучшим в составе студентов стал Кирилл Новопашин. Финальный матч между командами Горсайт и Дортех получился самым напряженным и зрелищным на турнире. Дортех ввел 3-0, но Горсайт еще до перерыва сумел отыграться 3-3. Во втором тайме и вовсе вырвать победу 4-3 и трофей у Горсайта. Лучшим у победителей был признан автор победного гола Армен Ганян, а лучшим у Дортеха стал капитан Иван Киряков. В стенах спортивной школы Полевского прошло первенство города по волейболу среди команд девочек 2013-2014 годов рождения в рамках областных соревнований, посвященные Дню Победы. В соревнованиях приняло участие 7 команд, по 2 из Полевского и Екатеринбурга и 3 приехало из Нижнего Тагила. В итоге победителем турнира стала команда «Алим» из Екатеринбурга, на втором месте «Уралочка» из Нижнего Тагила. Первая сборная Полевской спортивной школы завоевала бронзовые медали, вторая сборная полевских волейболисток заняла почетное четвертое место. Северский трубник на стадионе «Труд» в рамках третьего тура чемпионата Свердловской области по футболу уступил первоуральскому Динуру 1-3. Единственный гол у полевчан забил нападающий Артем Паршуков. Таким образом, трубники после трех туров идут с нолем в графе «Набранные очки». На стадионе «Школьник» восьмой раз состоялся муниципальный этап фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». В этом году в двух возрастных группах участвовало 15 команд, в том числе три из Екатеринбурга. Победителями муниципального этапа фестиваля «Метрошка» стали в младшей группе команда «Чкаловский» из Екатеринбурга и в старшей полевской «Альском-2011». Победители своих возрастных групп получили право представить город на зональной квалификации дивизиона «Край-Озер», который пройдет 12 июня в Каменске-Уральском. В клубе «Гамбит» имени Валерия Александра Ильича Щетинина прошел финал чемпионата Полевского по шахматам. В дисциплине «Блиц», посвященного Дню Победы, участвовало 12 сильнейших шахматистов по шесть от южной и северной частей города. В итоге третьим здесь стал Александр Фарненков, серебро завоевал Дмитрий Коломеец и чемпионом второй год подряд стал Дмитрий Андрюков. На этом пока все. Не забывайте подписываться на канал в YouTube, Яндекс.Зене и во всех социальных сетях, где только найдете. Не забывайте в своей жизни делать тайм-аут для спорта. С вами был Максим Исаенко. Увидимся через неделю.